От Калифорнии до Камчатки. После миграции серые киты набирают массу в Краноцком заповеднике. Ученые начали очередной этап исследования этих животных, занесенных в Красные книги всех уровней. Как сообщили в Краноцком заповеднике, бухта Ольга много лет служит для серых китов своеобразным летним рестораном. Здесь после зимовки у берегов Северной Америки и появления на свет потомства, они на привале во время длительной миграции кормятся организмами, обитающими на дне прибрежной зоны или над его поверхностью. В Краноцком заповеднике, где не ведется промысел и нет интенсивного судоходства, киты чувствуют себя в полной безопасности. За этими животными любят наблюдать участники морских экскурсий и научных экспедиций. В июле в заповедной бухте можно за один день увидеть около полусотни особей, понаблюдать за их фонтанами. Экспедиция по изучению серых китов стартовала в начале июня. Морские биологи проводят фотоидентификацию животных. Это нужно для того, чтобы проследить миграционный путь старых знакомых и внести в существующие каталоги серых китов новых встречных особей. Данные позволяют узнать больше о путях миграции и образе жизни древних морских млекопитающих и выработать рекомендации для сохранения популяции. Сейчас пока насчитали 40 китов, и около 10 из них в предыдущие годы встречались летом на Сахалине. Многие из этих китов тоже уйдут на Сахалин. Фотографии позволяют не только посчитать, но и оценить упитанность и состояние кожных покровов этих млекопитающих.